Номер сервера и видео 18 плюс характера. Я иду в суд. Такую фразу мне написал однажды мой лидер Латкарнинского ОПГ. Я хочу успеть с крыши. Полгода псих в больнице. Мне достаточно жалко его было. Меня зовут Данил, Данёк, Даня. В принципе, не важно. Мне на данный момент 17 лет. Живу я в Гродно, учусь в колледже экономики и управления. Здарова, бро. На связи Арзик, ты попал на мой новый видеоролик по Блэк Раше. Предлагаю долго не затягивать вступление. Сегодня нам пристает увидеть интервью с очень интересным человеком, который боролся за справедливость. Он хотел сделать этот мир лучше. Спас игрока от суиц, защищал честь девушки. И даже боролся с блатерами. Но, к сожалению, он пал. Точнее, я попал в общий черный список администрации. Но об этом будет чуть поподробнее далее в видеоролике. Кстати, вместе с просмотром этого замечательного видео у вас есть возможность получить 300 рубасов. По этому видео разбросано 4 вот таких элемента. 20 человек по счёту, который напишет мне в личные сообщения с пометкой хэштег тайм. Тайм-коды всех 4 моментов, где есть эти штуки, получит 300 рубасов. Ну и также напомню, что я играю в Блэк Рашу на сервере Ростов при регистрации в одни никнейм Илья Армоник. А, соответственно, после регистрации используй промокод хэштег Курарзик. Слэш промо, активировать промокод хэштег Курарзик. И получай приятные бонусы, которые сделают ваш старт ещё приятнее. Ну а на этом уже не буду засягиваться с вступлением. Погнали к сути видеоролика. Начнём, наверное, с истории, за которой 50% комментариев будут наполнены содержанием. Вот рассказать и рассказал, а фулл так и не скинул. Вот у вас бывало такое, что вы спокойно себе листаете ленту ВКонтакте и натыкаетесь на пост, где говорится то, что достопримечательности вашей подруги слили. Надеюсь, что ответ на этот вопрос нет. Но только не в случае нашего гостя. Была такая история, общался и до сих пор держу контакт с одной меньшей. Ну и листая ленту ВК, я замечаю пост про неё. Там написано её ник, номер сервера и видео 18 плюс характера. Я захожу в этот паблик, смотрю описание этого паблика, перехожу в телеграм-канал, который был указан в описании. И листая этот паблик в телеграме уже, замечаю такой же пост про неё, но там ещё больше фоток и видео, но они, конечно, обрезаны. А дальше почему они обрезаны, я расскажу. Я высказал по поводу этого паблика в беседе, ну и переписка с беседой, каким-то образом попала владельцу паблика. Он мне написал, в ходе диалога с ним я узнаю, что он учится в военном училище. Я пробиваю это видео, эти фотки везде, где только можно, в Яндекс Фото, в Гугл Фото. И натыкаюсь на тысячу сайтов. Ну и пришёл к выводу, то что редактор группы, или это было админ группы, просто взял и осквернил её, возможно, просто даже из личной неприязни. И хотелось бы раскрутить эту ситуацию до наказания даже этому типу. Познакомимся, значит, с материалом и телом? Конечно, ну и дебил этот админ паблика. Ну ничего, по 152-й завтра поедет. За ним уже выехали. А куда поедет? Да к мужикам, которые зебр косплеят. Да ладно тебе, бро, не трясись. Пошутил, я пока что никто не выезжал за тобой. Но заметь, что пока что. Этот интернет-герой, который распускает фейковые слухи о всяких там админшах, в конце концов, нарвётся на дочку депутата, который является админом новой краша. Ну и поедет по 152-й косплее зебр. Ну и там ему, понятное дело, пояснят, что такое кликбейк. Если вы никогда не были следящим за фракцией, то вам, наверное, не понять, что такое потеря лидера. Потерь буквально своего времени, который вы потратили на инструктаж, обзвон. Но всё ещё страшнее, когда оказывается, что ваш лидер уходит не потому, что он так захотел, а потому, что ему так сказал, прокурор, судья, ну или того хуже, дядя в белой шапочке вместе с прокурором и судьёй. Я иду в суд. Такую фразу мне написал однажды мой лидер Латкаринского ОПГ. Я его спрашиваю, почему. Ну и он мне говорит, что не хочет мне пояснять и расскажет потом. Через какое-то время я захожу в игру, пробиваю лидера, с тобой посмотреть своих лидеров онлайн. Ну и замечаю его в сети. Я захожу за ним в спек, а он на аукционе говорит и плачет. Я его тэпаю в падик. Вообще рандомный, который около аукциона был. Ну и спрашиваю, типа, что у тебя случилось? А он мне как бы до этого вообще ничего не сказал, только сказал то, что идёт в суд. Ну и он, 18-летний тип, плачет с того, что в суде ему выносят приговор. Полгода заключения в психбольнице. Со своим куратором я его пытался хоть как-то успокоить. И эта вот ситуация запала в душу, конечно, прям очень сильно. Вот за то, что, типа, там, телефон пошёл, у кого-то взял, получил вердикт. Полгода психбольницы. Мне достаточно жалко его было. Вот что на данный момент с ним сейчас, это вообще не знаю. Ну вот интересно. К при большому сожалению, такие случаи происходят достаточно часто. Должностные лица на блок Раши такие же люди. Зачастую даже подростки. И, само собой, некоторые из них могут случайно или намеренно нарушать законы Российской Федерации или каких-то других стран. Но вследствие чего попадают в СИЗО, на зону, ну или, как в нашем случае, в дурку. Следующая история, возможно, вас заставит улыбнуться. И, впрочем, наверное, это последняя история за данный видеоролик. И, скорее всего, даже первая, которая может вызвать такие эмоции. Я думаю, все вы помните вот этот вот мемчик. Сколько вам лет? 24. Считайте, что у нашего Дани была такая же ситуация, только, конечно, разброс был не с 6 лет, а с 24, а всего лишь с 14 до 19. Но все мы знаем, что главный не размер. Ой, не тот сценарий открыл. Была такая интересная история, смешная, про одного балабола, с которого вся Арзамаскова ПГ смеялась. Мы рассматривали заявку на лидерку, Арзы, короче. В заявке было указано, что, как бы, типу там 19 лет, ну и все, мы рассмотрели заявку, как бы, все обычно произошло. Он скинул свидетельство о рождении, что он живет там в большом камне, ему 19 лет и т.д. и т.п. Ну и в процессе обзвона у него спрашивают, ты сейчас в университете или в армии? Нет, я пока сейчас нигде. Эту минуту с ГС, как бы, моим персоной Флоридой, люблю его до сих пор, его пытались, как бы, вывести на чистую воду. Ну и по итогу все начинается слов «Ладно, признаюсь». И вот самое вот смешное, что было у него в свидетельстве о рождении, это город проживания Большой Камень. Я, честно, даже не знаю, где он такое свидетельство о рождении взял. После его слов «Ладно, я признаюсь», у него спрашивают. То есть вы не с Большого Камня? Да. Я, на самом деле, 14 лет. И вот его ответ меня вот максимально разрывает. А вот, ну, как бы все, обзвон закончился, его, естественно, не поставили. И через пару дней меня ставят на ЗГС-ку. И он пишет «Допусти меня, пожалуйста, к обзвону. Меня унижает в Арзамасском МПГ». И вот это вот меня еще больше рвало, на самом деле. Но, чтобы ты понимал, он в процессе обзвона даже не запомнил данные, как бы свидетельства о рождении. Но это в целом еще, можно сказать, жизненная история для каждого главного следящего, а иногда даже для каждого главного администратора. Такие ситуации случаются довольно-таки часто. Люди берут паспорт из интернета или там свидетельство о рождении и не запоминают данные. И на обзоне происходит очень жесткая лажа. Ну, а теперь пришло время выбросить смешинку изо рта. И мы подобрались к той самой истории. Вот вы знаете, чем отличается робот от человека? Робот выполняет конкретно алгоритм, который ему задает человек. Например, перемножить число, выполнить какой-то алгоритм, дойти из точки А в точку Б. И во всех этих ситуациях робот будет идти на пролом, не обращая внимания ни на какие посторонние ситуации. А человек это существо, которое обладает душой. И как раз таки из-за этого человек зачастую отходит от алгоритма, который ему нужно выполнять для того, чтобы проявить свои человеческие качества и помочь какому-то человеку. Так вот и герою нашего видеоролика тоже вот так вот однажды пришлось отойти от алгоритма. За день до этого я должен был уйти по СЖ, но мой ЗК, к счастью, меня договорил. Я уже собирался выходить из игры, занимался я в тот день вообще в принципе обычными, рутинными делами, чем занимается админ, отвечал на репорт и делал МПшки. Вот и ловлю, короче, самый последний репорт на тот день. И цитирую. Я хочу с крыши. Я ему отвечаю, что твоё сообщение вообще не по теме. Ну и решаю ради интереса посмотреть, чем занимается. Он очень странно себя ведёт, бегает туда-сюда и раздаёт деньги. Ну и его баланс стремительно близится к нулю. Я связываюсь с ним в ВК, и он мне рассказывает как бы о проблемах в учёбе и отношениях с родителями. Но вот самый главный прикол в том, что он живёт вообще неподалёку от меня, как бы в моей области. У нас, ну, очень маленькая дистанция, и даже планирую к нему сгонять. В процессе нашего диалога я старался его как бы всякими психологическими приёмами раскачать. Ну и как бы поделился своим жизненным опытом, ну, чтобы успокоить его. Ну и как бы я его и успокоил. Вот чисто твои предположения. Он это сделал ради хайпа, или он действительно мог уйти из нашей вселенной? А вот насчёт того, что отошёл бы ли он в мир иной, не знаю. Но такое вполне возможно, так как он оказался ранимым сам по себе человеком. Слушай, вот ты вот так вот смог, можно сказать, даже полупрофессионально успокоить человека. У тебя есть какое-то психологическое образование, или, может быть, курсы какие-то проходил? А если у меня психологическое образование, ну, такого у меня нету. И не будет иметься, потому что я как бы учусь на другую специальность. А руководствовался я в процессе диалога. Ну, короче, сидел раньше в этих, знаешь, пабликах про саморазвитие. Вот. Как вы думаете, как на всю эту историю отреагировал, в первую очередь, главный администратор, а во вторую очередь, специальная администрация? Главный администратор дал нашему Дане 500 тысяч игровой валюты. В целом, это примерно 20-30 минут работы на водолазе, на Блэк Раше. А вот специальная администрация не дала абсолютно никаких комментариев. Хотя лично я считаю, что данная ситуация должна была подвергнуться хоть какой-то огласке, хотя бы там, не знаю, в телеграм-канальчик закинуть, сказать пацанчик красава. Потому что лично я считаю, что подобный случай, это ясный плюс того, что на нашем проекте отвечают на репорты не автоматические механизмы, там, или искусственный интеллект, а настоящие люди. Потому что бездушная машина, как бы это грубо не звучало, при такой ситуации просто бы ответила, ваш репорт не по теме, и никак бы игроку не помогла. А вот человек, он подошел к этой ситуации, в первую очередь, с душой. Оказал моральную поддержку, ну и вследствие чего спас, можно сказать, человеку жизнь. И, конечно, за это, Даня, огромнейший респект. Как я и сказал ранее в видеоролике, Даня попал в общий черный список администрации. Сразу же попрошу в комментариях, не связываясь эти два события, что он спас игроку жизнь, и попал в общий черный список администрации. Это абсолютно не связанные истории, и в том, что сейчас он не может стать администратором, на самом деле частично виноват даже он сам. Так вот, давайте разберемся, а как его угораздило-то вот так вот. В общем-то, встал я на кураторку после ГСК ОПГ, естественно. Стоял я отлично, даже замечаний по мне не было, особенно серьезных. Ну и в один день я узнаю о Блате со стороны ЗГА-ГА-34-го сервера. Там, получается, была ситуация с участием даже девочки, которая стояла продолжительное время на старшем следящем, и, естественно, должна была стать ЗГС-ом ГОС. Но поставили на эту должность игрока, который по факту ничего не отстоял, и даже поимел на посту администратора бан за покупку и продажу игровой валюты. ГА также забатил администратора. Ну и на почве этого я продолжал оболк. Мне мой ГА провел проверку, а я в свою очередь из-за своего страха... Но продолжение этой истории вы сможете найти в моем телеграм-канале. QR-код, который отправят прямо в него, есть на вашем экране. Также вы видите тег, но в описании есть ссылочка на мою телегу. Но перед тем, как вы пойдете смотреть видеоролик в мой телеграм-канал, давайте подведем итог. Даня, более известный как бывший ЗГС ОПГ, и нынешний учащий Сашник, по сути, своей очень интересный человек. Я не люблю кого-то идеализировать, делать из кого-то кумира, но можно сказать, что Даня во многих ситуациях поступал в действительности, как должен был поступить каждый человек. Помог игроку, помог девушке, поборолся с несправедливостью. Ну и само собой, пишите в комментарии, что думаете об этих всех историях. Думаю, что нам с Даньком будет это очень интересно почитать. Ну и само собой, не забудь подписаться на канал, потому что твоя подписочка решает очень многое. Увидимся в новых видеороликах. Желаю удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok